Привет, друзья! Я приехал с путешествия, был в Польше. И так как я был в Гданске, я заскочил ненадолго в Калининград в музей янтаря. Я вам сейчас в этом видео покажу, как выглядит музей янтаря в Калининграде. То, что я привез из янтаря, сейчас тоже покажу. И в следующих роликах будет Гданск и музей янтаря в Гданске. Вы увидите два потрясающих музея с офигенными экземплярами янтаря. И сейчас я продемонстрирую, какие конкретно янтарные изделия я привез из Калининграда. То есть там можно их купить конкретно в музее, но это были куплены не в музее, а отдельно в отдельных магазинах. Потому что в музее просто космические цены на янтарь. Конечно, они продаются все по граммам, вот именно такие камни. И из таких камней, собственно, делаются изделия. Как изделия, они тоже довольно дорого стоят. Очень вот такой вот редкий янтарь. Красивые-красивые изделия могут быть и маленького размера. Гляньте, это настоящие кусочки балтийского янтаря. Вот такие маленькие я несколько купил. Во-первых, для того, чтобы показать вам в обзоре, как выглядят настоящие кусочки янтаря, из которых делают украшения разные. Вот, очень-очень красивые. Конечно, сейчас немножко свет по-другому поставлю, чтобы вы увидели, как переливается. В видеоролике, который сейчас вы дальше будете смотреть, он довольно большой. Это полностью прогулка по музею янтарному. Вы увидите все-все-все вот эти экземпляры, которые выставлены в музеях. Но, конечно, там другое совсем качество. Это более попроще янтарь, гляньте. Ну, он уже, это обработано, его в каком-то формате обрабатывали. И уже такие изделия продаются непосредственно в магазинах. То есть, как я вывозил через границу, никаких проблем не было. Мне сделали чек конкретно, да, было написано, какие там кусочки, сколько весят и какую цену я за них заплатил. То есть, абсолютно это все было легально, потому что город Калининград, это просто потрясающий город, где очень много магазинов, очень много янтарных каких-то, в таких вот магазинчиков, где можно прикупить вот этот камень больше 50 грамм. Довольно красивый, его можно как самого как-то отшлифовать, сделать. Можно отдельно вырезать какие-то определенные вещи. Вы увидите, какие конкретно делают из янтаря украшения. Что вот украшения, вот я могу пример привести вот такого украшения. Это вот янтарные украшения, кажется, 80-х годов. В видеоролике вы увидите целую серию из таких янтарных украшений. Могут быть вот такие брошки, могут быть определенные запонки делаться из янтаря. Очень они по-разному выглядят, очень красивые. И что было изюминкой моей покупки, я себе купил несколько вот таких вот янтарных, скажем так, камушков, если так можно назвать, с включениями. Это когда там внутри находятся маленькие-маленькие насекомые. Это могут быть и муравьи, это могут быть комары, клещи. И, собственно, вот представьте этому 50 миллионов лет, да, ну, ориентировочно, да, то есть сложно сказать. И вот такие, вот такие, такие, скажем так, комарики там застряли навсегда. Вот такая вот прикольная подарочная упаковка. Им можно поставить прямо на полочку у себя. И там вот такие включения. Из них могут делать и сережки, и какие-то для колец, какие-то камушки. Но вот в данном формате это так сделано. Так что я желаю вам вот посмотреть этот ролик, насладиться этим музеем янтаря. Действительно, конечно, это не совсем моя тема монет Украины. Я когда был, я не мог себе отказать в таком удовольствии купить вот такие замечательные камни для коллекции. Они будут у меня стоять на полочке. Ну, возможно, что-то я и буду выставлять или меняться на что-то. Но, действительно, это то, что будет дорожать и что сейчас, в принципе, довольно дорого стоят. Янтарные камни и на аукционах, и на Виолите везде-везде продаются. Так что я желаю вам всем приятного просмотра. Подолжайте смотреть, если тема янтаря вам интересна. Побывайте в офигенном настоящем музее в Калининграде. А в следующих роликах будет и Гдань. Так, вот вход в музей. Само по себе здание довольно прикольное. Очень красивое. Там такие металлические деревья. Класс. Вот, друзья, птица Гауя. Гляньте, какая креативная, очень интересная работа. Вот так выглядят венитинговые аппараты, в которых можно, в принципе, размещать любые монеты, которые необходимы. К сожалению, у нас в Харьков я таких ПК аппаратов не встречал. Вот. И тут вот есть как раз музей янтаря. Вот такие вот монетки. Как работает, собственно, венитинговый аппарат. Ну, берем денежку. В данном случае это 100 рублей. Вставляем ее в эту штуку. Так, она вставляется, да? Не, возможно, примет. Что-то не хочет. Да, принимает. Деньги взялись. Теперь мы можем выбрать какой-то из вариантов. Ну, возьмем какой-нибудь вот этот, где больше всего. Видите? В принципе, у меня рисунок и не обязательно. Бам. Раз. И одна монета выбыла. Смотрим, что тут у нас. Давайте по свету зайдем, посмотрим, что за монета. Ну, видим. Калининградская область. У нас музей янтаря. Башня. Донат 1853. В данном случае эта монетка является сувениром. Она на какой исторической ценности, как монета, не несет. Ну, просто как такой сувенирочек, подарок, который можно купить вот в таком венинговом аппарате. Кстати, гляньте, какой это закона. Внутренний дворик музея янтаря. Довольно симпатично выглядит. И с каким-то фонтанчиком. Класс. Класс. Так что эти венинговые аппараты довольно прикольная штуковина. Жалко, что у нас пока таких же нет. Удень. Да, что нельзя как-то. Да, его. Разошло поздно. Да. Янтарь и камень 4-х килограммовый. Да. 3-х килограммов 200 грамм. Бог так просто, когда продумайте. Инвентарный камень. Очень красиво. Разные-разные камень. Инвентарный. 90% Субтитры делал DimaTorzok 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 Комары ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Вот такой внутренний двор Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok